Начались как городские, через два года они стали областными, затем география серафимовских чтений стала расширяться. Мордовия, Курск, Москва. В этом году приехали участники из Кировской области. В силу специфики закрытого города не смогли вовремя оформить документы на въезд гостей с Дальнего Востока. В этом году даже была заявка с Сахалина, но, к сожалению, очень поздно. Они заявились практически перед Новым годом, поэтому мы просто вынуждены будем отказать. Они в этом году не приедут, но сказали обязательно приедут в следующем году. Так что до острова Сахалина дошла слова о наших чтениях. За 9 лет серафимовские чтения расширили не только географию, но и возрастные рамки. Если раньше в конкурсе участвовали школьники и студенты, то теперь организаторы пригласили воспитанников детских садов. К тому же программа чтений позволяет детям любого возраста проявить свои творческие и исследовательские способности. Мы не столько научные чтения, сколько просветительские, Потому что большому счету цель их это приобщение к духовно-нравственной культуре России, к православной культуре, к культуре своего края. Поэтому они такие краеведческие даже можно сказать. На открытии серафимовских чтений состоится премьерный показ мультипликационного фильма «Первоначальник», который сняли ученики Саровской православной гимназии. Помогал его снимать нам Александр Птичкин, это режиссер из Санкт-Петербурга, мультипликатор, педагог по анимациям, целый год с детьми занимался. И он тоже приедет на наши чтения на открытие и будет, кстати, председателем секции видеороликов. Всего будет работать 18 секций. Членам жюри предстоит оценить более 150 детских проектов в нескольких номинациях. Эссе, литературно-музыкальные композиции, исследовательские работы, видеоролики. Защита будет проходить на трех площадках – православная гимназия, духовно-научный центр, дворец детского творчества.